Всем привет, дорогие друзья! С вами Генеплейн и начнём мы сегодняшний выпуск с игры Endless Skater. Данная игра про скейт, как вы поняли, и доступна она в магазине приложения Amazon. Здесь есть несколько типов скейтеров, вот такие вот, но чтобы их разблокировать, необходимо заработать кредиты. Здесь также присутствует несколько различных трасс. Выберем доступную трассу школа, выберем дальше режим игры, либо режим на время, либо же бесконечный режим. В начале присутствуется туториал, который обучит вас выполнению различных трюков. Ну а я попытаюсь сейчас вам быстренько рассказать о нюансах управления и посмотрим, соответственно, на геймплей и графику игры. Управление здесь достаточно простое, элементарное, и заключено на нажатиях и свайпах. Итак, у нас имеется четыре зоны. Красная, есть жёлтая, синяя и зелёная. Зелёная отвечает за прыжки, слева зона у нас отвечает за переходы между полосами движения. Их здесь несколько. И также ещё, вот, например, вы прыгаете, и во время прыжка давайте найдём какой-нибудь трамплинчик и выполним какой-нибудь трюк. Для того, чтобы выполнять трюки, необходимо будет делать различные свайпи. И вот, собственно, самая главная загвоздка игры в том, что она постоянно и безбожно вылетает, особенно если вы разбиваетесь. Если же вы едете хорошо, то всё происходит просто безупречно и нормально. Игрушка мне понравилась, но своими вылетами она реально огорчает. И, надеюсь, что-то поправит, и игра перестанет вылетать. Вторая игра называется The Cave. И перед тем, как начать в неё играть, необходимо выбрать лево или право. Давайте выберем лево. Это, соответственно, выбор, наверное, для того, кто вы, левша или правша. Но, несмотря на всё это, всё равно мы выберем направление слева. Потому что, наверное, мне больше будет нравиться, чтобы летело, блин. Ненавижу этот геймплей-сервис, он постоянно меня уже бесит, то, что вылазит. Итак, приступим. В чём же заключается игра? Вам необходимо нажать на персонажа. Вот я сейчас снова затупил, забыл, думал, я играю во Flappy Birds. А здесь несколько иначе. Вам необходимо вот так вот свайпать и помогать вот такому непонятному кружочку, немножко, наверное, похожему на кошку, пролетать вот по такой вот пещере, в которой будет присутствовать достаточно большое количество различных препятствий в виде различных бугров, сужений, расширений и так далее. Но, собственно, это вы видите сейчас сами. Наверное, вся сложность игры заключается в том, что вы совершенно не видите, что же будет у вас впереди. И область экрана достаточно узка и не позволяет далеко наперёд видеть, что же там имеется. Игрушка очень хардкорная, и по мере её прохождения у вас увеличивается скорость, что делает игру ещё более невероятной. Но, собственно, я думаю, название игры оправдано. Невероятная пещера, я думаю, на самом деле невероятная. Третья игра называется Mr. Flappy. И вы, наверное, скажете, о, чёрт, это снова клон Flappy Bird. Да, возможно, это и клон, но он совершенно иначе сделан. И сейчас вы в этом убедитесь. Вы будете летать по кругу, и вам необходимо будет как можно больше полных кругов пролететь. У меня пока что рекорд, это два круга, больше мне не удавалось пролететь, потому что это очень-очень сложно. Кажется, что игра очень простая, но на самом деле она ещё хардкорнее, чем ваш легендарный Flappy Bird. И также эта игра, наверное, имеет более стильное оформление, стильную графику, несмотря на то, что она вот очень-очень сильно минималистична. Игра очень хардкорна, попробуйте пролететь как можно больше кругов. Я слышал, что существуют люди, которые летают по 26 кругов, но, на мой взгляд, это просто нереально и невероятно. Я-то два круга кое-как пролетело, а сейчас, вы видите, один даже не могу. И завершу я свой обзор игрой под названием Knights and Squires. И посмотрим, в чём же заключается суть данной игры. Каждый день вы, соответственно, получаете различные награды и так далее. Ну, а сейчас мы посмотрим просто на геймплей, то, что из себя представляет игра. Вам необходимо проходить множество миссий, которые здесь имеются. Необходимо разблокировать различных помощников. Например, сейчас вот у меня есть помощница-лучница, которая теперь бегает со мной и помогает мне в сражениях с этими гоблинами зелёными. Итак, что мы можем делать? Мы можем защищаться, мы можем стрелять, точнее, мы можем наносить удар мечом, защищаться щитом. Ну, а девушка-лучница, она сама работает, сама стреляет во всех вражеских юнитах, которые у нас встречаются на пути. Давайте лучше будем остерегаться вот этих вот чуваков с бомбами. И, кстати, есть здесь и таймер. Вам необходимо уложиться в отведённое время, иначе вы провалите миссию и придётся начинать проходить её с самого начала. В конце миссии присутствует небольшой босс, которого вам также необходимо будет победить. Вот он, кстати. И также, что ещё у вас тут имеется? Помимо всего этого, у нас имеется такая вот фича, как запуск щита и вот такая вот огненная стрела. Всё можно прокачивать, всё можно улучшать. И, наверное, этим игра и привлекательна. Вот такая вот, наверное, небольшая смесь жанров. Наверное, блин, чё сказал? Вот такая вот интересная смесь жанров раннера и стенка на стенку получилась. Думаю, кому-то такая игра обязательно должна понравиться. Ну, а я на сегодня с вами прощаюсь. Всем большое спасибо за ваше внимание. С вами был Юрий Аксёнов. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. И до новых встреч!